Это храм, но храм не конфессиарный, то есть не московский, украинский патриархат, ничего такого, не буддисты, не людей и так далее. Это храм, если мы не создаем свой мир, мы создаем, не вы создаете, не я создаю, мы создаем. В этом месте должно быть некое сакральное место, которое связано с физичностью жизни, мистичностью, полностью, простите за столь пафосные слова, но без них, к сожалению, невозможно. Они, конечно, девальвированы, дискредитированы, но надо о них все равно говорить, потому что если не они, то от них разговариваем. Итак, храм, тем более это как бы совпадает с тем, что пространство самого главного корпуса, геологического завода, это как бы напоминает очень трехнефовое католическое пространство, ну, говорю католическое, ну, просто потому что это напоминает, действительно, это стеклянные стены, какие-то громадные, да, центральный неф, ну, только архитектурные, я не знаю, как бы, в общем, поймете, если не поймете, прогуглите. Итак, есть центральный, это большое, 7500 лет, я даже не знаю, есть ли такого масштаба религиозных храмов, по-моему, нету, по-моему, точно нету, поэтому мы тут, храм человека, храм достоинства, храм свободы, храм уважительного и осознанного отношения друг к другу, как это, ни иждивенческого, ни инфантильного поведения, ну, это не такое поведение, сделайте мне что-то, а я вам, как сейчас вот, проявлю себя, как художник, дайте мне, вот этого, этого тут нет, потому что нет, ну, вот этого инфантилизма нет, это осознанное, ответственное отношение сначала к своей жизни, научиться ответственно относиться к своему, потом понять, что одному, это, конечно, замечательно, но человек, существо, социальное, нужно выстраивать свой мир, да, который ты, вот для этого мира, нужно вот эта вот священная территория, то есть там не будет ритуалов, то есть там, это не секта, еще раз, никакого, никакого вот этого безумия, безумия, да, вот, нет, но, по крайней мере, ответственного отношения, поэтому один из первых этапов, который, кстати, начинается завтра, начинается роспись стекла этого храма, художники делали заявки и там, краску нам дали, создали, и вот мы привозим туры, и завтра начинается роспись двух с половиной тысяч метров стекла, это, ну, это будет красиво, Вы запрошите журналисты? Куда? Вы, в литях, сейчас фактически на треках выставали, а? Не, это дело, это руками, грязная работа, это работа, да, там же сейчас сидит, вы, если кто журналист хочет приходить, Павел, любая, как говорится, то журналисты у нас будет свой парад аттракционов, которые вы можете, там, как это, проходить, будет, глядя журналист, спецразвлекалка. Я вам это расскажу. Я с вашим дозволом, вы замазывали за другого боку оптимистичную категорию, то все равно фестиваль истнует за всякие перешкоди и не сприятливая атмосферу шуществу, а за другого боку пессимистичную, то нужно досить складно все равно продолжить эту справу. А вот, может, и это не государственный фестиваль, значит, а мне сказали недавний скандал, который коронавирует, мне кажется, я певною метафорой того, что сейчас у нас в фестивальном Руси, в государственном тренинге и так далее. То есть это известный скандал, когда организаторка этого действа все-великий, как оно называлось, она взяла, заманулювала картину одного художника, потому что, ну, очевидно, что это цезури. Это писала пресса, и это говорили, и вы просто говорили о том, что вы понимаете, что виноваты, 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 они потребуют сверцы мистеца, которое холонило их, как я бы рассказывал о том, что все находит красиво, и через это, скажем, виноватские стороны, они не незалежны от державы, и виноваты, и виноваты, и виноваты, и виноваты, и виноваты, и виноваты. Ну, верно, скандальная история с этим несчастным образом. Даже не хочется углубляться. Все понятно. Если ты попадаешь в государственную программу, тем более, там, тысяча двадцать пять чего-то, да, да, это волшебное. Ну, на самом деле, концерт, который был здесь, ну, для меня это такое соединение мракобесия с сатанизмом. Почему здесь христианство, ну, число бы понять, на это потрачено безумные деньги, да. Ну, тут же, ну, да, я на секунду включил телевизор, и ужас был у меня обоял душу мою. Ну, что касается этого, ну, тут, конечно, само по себе вопрос был очень странный. Как можно современных художников, так сказать, актуальных, которые, ну, в принципе, работают на, ну, чаще энергии скандала, запускать столь пафосное государственное учреждение мероприятие? Ну, это, ну, это какой-то... И понятно, что Виталия Заболоцкая была пунктом. Она оказалась между целыми харибами. Потому что понятно, что кто-то пришел, там, за три-четыре дня до... Это я сказал, ты что, с ума сошла? Ну, я это и не уверен, но я думаю, что так и произошло. И у него выбрала стена, да, об этом пошел скандал, и что делать? И вот у него были, ну, ультимативные истории. И я ей просто жутко сочувствую. Хотя, ну, я просто понимаю, что она оказалась безвыходной ситуацией. Я вспоминаю свою такую же глупую ситуацию, когда в предыдущем президенте бегал начальник у Дульси. И там тоже был прием дебоража во время Бургольфеста. Ему там не нравились какие-то писки на картинке. Он, наверное, там все, с божественного глаз просто будет там, ну, не знаю почему. Хотя это было общение. Все, это не интересно. Это не интересно. Вы сказали, что это фестиваль Абрама. И там есть 15-20 человек, которые не спят, не любят, все время что-то делают. То есть на самом деле самым главным для создания фестиваля является человеческий ресурс. Я говорю о другом. Я говорю о том, что, может, если не получится в этом году, ну, как бы, не получится перейти в системную нормальную историю, благодаря тому же называемому гражданскому обществу, если она у нас есть, то тогда фестиваль будет жить. Если его нет, ну, как бы, если все-таки преобладает футовское сознание, то тогда я скажу, ну, на нет, как бы, и сюда нет. Все, друзья мои, прекрасные, это был последний раз. Но есть, как бы, хороший тренд. Потому что, на самом деле, я слышу фидбэк от людей, которые понимают, что это нужно приглашать. Другое дело, что, ну, просто, это быстро, грубо говоря, завтра нужно 10 тысяч гривен для того, чтобы привести туры. Ну, это физически, да, нужно делать залог и нужно их привести. 10 тысяч гривен где-то нужно взять. Я должен у кого-то взять в долг. Ну и так далее, то есть начинается. Завести технику для того, чтобы сделать открытие и так далее. А у нас будут такие-то деньги. Туалеты, две туалеты. Ну, вы понимаете, это все, кроме героизма, нужно еще материал-материальное, как бы, составлять. Слава Богу, Анатолий Евгеньевич со своей стороны, да, бесплатное обещение, вкладывается в инфраструктуру. Слава Богу, Евгений Упкин, еще у него есть возможность доделать свою, как бы, программу, мастер-классы, классическая музыка. Это вот четырнадцать или четырнадцать концертов педагогической музыки. Слава Богу, они обеспечивают еще охрану, да, то есть это все, слава Богу, да. Там есть, чем-то подпирает Самсунг, тут же Судовин краской. Но, пока вот этот вопрос, как бы, базового бюджета, на какого? А, безусловно, зарубежные всякие институции, потому что они понимают, что это очень серьезный, ну, на самом деле, один из куртовых фестивалей коммуникации с миром. Вот, ну, поэтому и польский, и французский, и бритиш-канцелы, и дёте-институт, и русский центр, и чешский центр, и испанцы, ну, там, 15 стран участвуют в этом фестивале, только сейчас, на данный момент. При том, что мы делаем шоу-кейс молодой режиссуры для, правда, как-то, ну, сотрудничества с Чеховским фестивалем Москва. То есть, на самом деле, в этом году есть, там, 8 или 9 программ. Это эко-программа, это программа высокотехнологических ремесел, это очень развитая детская программа, которой мы очень большого внимания уделяем. образовательная программа, просто сумасшедшая, там, больше 80 мастер-классов и всяческих. То есть, это всё сделано, она запущенная работа. Но для того, чтобы это всё сложилось, вот, по этому, да, вот с одной стороны, мы делаем, как это, платный вход опять журналистам. Когда вы пишете, всё, Гоголь Фест становится платным, у человека, в сознании, получается, говорит, «О, всё, там, барыги хотят заработать бабушек». Не так, это твой взнос, да, это такая же форма защиты минимальной, которая будет говорить, ребята, вот 50 гривен на открытие – это небольшие деньги, 20 гривен в выходные дни. Это даже, это не покрывает эти все расходы, но это, это чуть-чуть облегчает нам жизнь. В принципе, это, конечно, если, опять же, сидит вход на один день, если вы знаете, не знаю, 50-80 евро, то есть это 500. «Чёк» Продолжение следует...